Мы продолжаем нашу программу. Максим Багаев, IT-эксперт, у нас в студии, а вместе с ним два странных устройства. Три? А, там еще есть? Три странных устройства. Максим, расскажите, что это такое? Ну, у нас сейчас столько разговоров о том, что началась вторая волна коронавируса, соответственно, появляется куча людей, которые, с одной стороны, хотят себя защитить, то есть там дом, офис и так далее, да, то есть и с другой стороны, то есть у нас появляется куча требований, требований к организациям, то есть и появляется там сразу же куча вопросов относительно того, как защититься от вирусов. То есть для кого-то вирус новые возможности. Кто-то же быстро сообразил такие лампы? Слушай, я тебе сейчас расскажу, какие там возможности, короче, как бы, то есть там возникли сразу же, то есть и как бы... Ладно, хорошо. Короче, и есть два вида устройства, то есть принцип действия абсолютно одинаковый, то есть по сути это кварцевые лампы, немного отличающиеся от тех кварцевых ламп, которые были у нас в детстве, то есть вы помните, когда там нашим родителям хотелось, чтобы мы немного загорели зимой, да, то есть у нас была специальная кварцевая лампа. Да, круглая. Ну, у кого-то круглая, да, у кого-то у меня открывалась вот так, можно было на ней загорать, то есть и второй как бы момент, то есть говорилось, ну, они убивают вирусы, которые находятся в воздухе, то есть, ну, вы помните вот этот запах озона, то есть я, собственно говоря, только включил буквально несколько секунд, то есть эту лампу, да, то есть мы вот этот запах сразу же ощутили. Вот. А есть второй вид как бы устройств, кроме как открытых ламп, то есть которые я сегодня принес, то есть там они есть умные, ну, то есть есть умные, есть как бы сверхмощные, которые как бы просто убивают все. Есть ультракомпактные, которые, например, там для ванных комнат, для переговорок, то есть, ну, которые ограниченного радиуса. А есть бактерицидные рециркуляторы, то есть это такое специальное устройство, которое представляет из собой лампу, объединенную с вентилятором. То есть у нас вместо кондиционирования ставится либо на стену, либо приносится как бы в офис, и он прогоняет через себя весь воздух, то есть и внутри стоит очень мощная лампа стоит, которая как бы, которая убивает все частицы, которые находятся в воздухе. В принципе, ранее их ставили только в больницы, в детские сады, ну, а сейчас как бы в связи как бы с тем, что, то есть непонятно, как бороться с коронавирусом, наверное, надо что-то делать для того, чтобы, ну, коронавирусу было сложнее. То есть и сейчас очень часто в некоторых регионах просто в обязательном порядке требуют установку бактерицидного рециркулятора в любом коммерческом предприятии. То есть это может быть там офис, магазин, без разницы. То есть мы сейчас с вами будем ходить по торговым центрам, то есть и наслаждаться, ну, как бы воздухом, в котором фактически нет вируса. Показывайте, как работает. Ой, слушайте, как работает, это как бы, это очень просто. Здесь находится ртутная лампа, то есть специальное стекло, которое пропускает свет на определенной волне, то есть и вот это излучение на этой волне, то есть оно очень хорошо разрушает кучу всяческих различных микроорганизмов. То есть это могут быть там стафилококки, коки, это могут быть... Нахождение в этот момент рядом с этим обрадом. Если мы говорим про рециркулятор, то там он находится внутри коробки, то есть... И там не опасно. Там не опасно, то есть он рассчитан на то, что он будет работать в постоянном режиме. Если мы говорим про такую лампу, то ни в коем случае, то есть всегда, как бы говорится, ребята, то есть включили, ушли, то есть во всех этих лампах есть внутренние таймеры. То есть через 30 минут, то есть они выключаются, то есть вы приходите в помещение, то есть в принципе вы можете включить, уходите, приходите, лампа уже не работает, то есть и воздух является очищенным. То есть, видимо, мы увидим вот, что у нас светится там или еще что-то. Вот сейчас мы его включим. Ну, слово лампа тебя не смутило? Дай человеку включить, ты задаешь вопросы, он отвлекается. Ой-ой-ой, слушайте, запах... Хорошо. Ужасно, да-да-да. То есть озон. Короче, что я хотел рассказать про эти, про возникающие, то есть различные финансовые возможности и так далее, да, то есть там... Так вот, с рециркуляторами связано просто одно из самых ярких впечатлений этого года для меня. То есть мне всегда интересно смотреть на какой-то бизнес, который попал на волну, причем на волну по размерам с цунами, как бы, то есть вот... То есть есть два производителя, которые, как бы, спокойненько, тихо, то есть поставляли рециркуляторы по России, то есть там долго там ходили специальные люди, которые приходили в детские садики, объясняли, что это... Уговаривали. Уговаривали, там, унижались, вероятнее всего, то есть... И вот в какой-то... То есть они дождались своего звездного часа. То есть это производители... Один называется это компания «Дизар», а второй называется «Армет». Так вот, на сайте «Дизар», то есть написано, то есть есть такая надпись, то есть она возникла еще, как бы, еще в апреле, как бы, то есть я просто скриншот себе сделал, чтобы навсегда, чтобы знать, вот если, Макс, у тебя когда-нибудь на сайте будет что-нибудь подобное, это успех. То есть там написано следующее. В связи, как бы, с продолжающейся эпидемией коронавируса, то есть прием заказов остановлен. Пишите в почту, телефон не берем, рекомендации не даем, сроки поставок обещать не можем никаких. То есть обращайтесь, пожалуйста, в тот момент, когда закончится эпидемия коронавируса. Я зашел на сайт и вот такой... Все продали. Все продали навсегда. Продали, так и вышли. То есть, а так как у нас магазин находится в разных городах, то есть я могу так сказать, то есть в Красноярске по-настоящему мы живем... Ну, вы знаете, мы практически Калифорния. То есть у нас, как бы, у нас отношение к бизнесу, то есть очень такое, очень лояльное, спокойное. То есть, ну, вот когда у нас, например, вводились ограничительные меры, к нам просто пришли, сказали там... То есть, ребята, ну, давайте как-то придумаем. Мы такие, ну, вот мы там разделили маски, там, вот у нас есть рециркулятор. Они говорят, ну, ладно, все окей, хорошо, как бы. А есть, например, Бурятия. То есть у нас есть магазин Волонде. Это очень серьезно. То есть Волонде просто всем сказали, что если, как бы, нет рециркулятора, то есть никаких счетов, договоров и так далее, нет рециркулятора, у вас магазин должен быть закрыт. Стоимость рециркулятора, который стоил, например, там, 8-11 тысяч рублей, да, то есть в Бурятии стало сколько? Ну, я так понимаю, что мы его как минимум умножили? В 70. А, в 10 раз? Да. То есть сразу перерисовали нолик? Просто, да, то есть и стоимость, как бы, то есть нам, ну, арендодатель звонит, говорит, слушайте, есть хорошие ребята, то есть у них есть рециркулятор всего за 33 тысячи рублей. Мы с ним. Парсим, последний вопрос. Эти штуки можно использовать дома или их нужно прятать куда-то от людей? А их нужно использовать дома, особенно в тех, как бы, в тех областях, где мы приходим. То есть если вы ставите ее, например, в коридор, да, то есть вы уходите, то есть точно так же, как робот-пылесос, то есть вы уходите, включили, как бы, или он сам запустился, как бы, он сам, как бы, то есть... То есть пока вас дома нет, она поработала? Пока вас дома нет, то есть вы включили. Если вы приходите, то есть вы сразу же, во-первых, то есть столкнетесь, ну, запах амазона, потому что она работает двумя принципами, то есть она с одной стороны, то есть работает путем ультрафиолета, да, то есть убивает все, что, как бы, все, что есть. А с другой стороны, дополнительно, вторым фактором разрушающим является сам озон. Озон, это тоже метод обработки. Единственный недостаток, если я правильно поняла, это ее стоимость в сегодняшнем дне. Нет, слава Богу, то есть в Красноярске, я так скажу, то есть мы решали такой вопрос. Очень рекомендую такую штуку, как потолочные рециркуляторы. Цена его примерно 11-12 тысяч рублей. Спасибо, Максим. Будьте здоровы и знайте о таких технических новинках.